Здравствуйте, мы маленькие любители фотографий Мы с вами достаточно давно не виделись На то были свои какие-то объективные причины И сегодняшний выпуск Я и моя совершенно замечательная КТ Посвятим тому, что У меня образовалось n-ное количество новых опечатков Вот они сделаны И наверное, может быть кто-то из вас догадался По вот этой вот замечательной бумажке Сделаны они были на цифровых принтерах Серии Canon MG7740 И Canon Pro 10S Так получилось, что Меня попросили писать Написать некоторый учебный материал Обновить курс Для одной фотошколы И конечно же я не мог не попросить Несколько тестовых экземпляров Для себя любимого Потому что для того, чтобы написать Качественный материал нужно Пообщаться напрямую С тем, о чем ты собираешься непосредственно писать Так, мой дорогой кошак Ты или пишешь со мной Или И зайдешь нафиг Вот Мешают все тут всякие, понимаешь ли Мохнатые жопы Вернемся к нашим баранам На дворе Практически Лето Как видите Я даже решил записать видео Без внешних источников Софищения Потому что мне всех-то Остачертело И Возвращаясь к принтерам Извините за маленькие Лирические отступления Возвращаясь к принтерам 7740 И Pro 10s Это Две Можно сказать Популярные модели Одна из них Такая хорошая Любительская Вторая не менее хорошая Профессиональная У меня был Полный Я еще попросил Весь комплект Бумаги Canon Мне дали практически Всю линейку То есть Здесь есть И 10х15 Их Голянцевая бумажка Которая мне очень понравилась Здесь есть И Полуматовая бумажка Тоже 10х15 Которая там Они позиционированы Как everyday use Она мне тоже В принципе понравилась Были И профессиональные бумаги Pro Platinum Матовая бумага Была Не помню сейчас название Ну Потом Может быть В видео Подпишу Если Вспомню Как она называется И была еще Как же она называлась По моему Сатин Или как то так В общем Такая достаточно Грубоватая бумага Которая Призонирует С себя Как бумага Для Художественных работ Что ж Тогда Когда я занимался Семьи Принтерами Я немножечко Пописал Видео Забегая Чуть вперед Скажу Что больше всего Мне понравилось То что Принтеры Наконец-то Стали беспроводными Аллилуйя Я не мог записывать Никакое видео Потому что У меня Вот на этом Замечательном Столе Жили Вот эти Не менее Два Замечательных Друга И Да Отсутствие Проводов Я мог Печатать С любого Компьютера Со Смартфона С планшета С ноутбука Даже С национального Компьютера И Мне это Очень понравилось Ну А некоторые впечатления Я тоже записывал Во время Непосредственно Работы Поэтому Предлагаю Вам их И посмотреть Перед вами Маленький Девайс Под названием Canon MG7740 И В данный момент Я печатаю Нанофоточки Нанофоточки Размером 10 на 15 Рядом Еще Лежит Коробочка Побольше Но Не суть Не суть Не суть До дела Я просто Первый раз Столкнулся С печатью Цифровой Печатью С нового Девайса С принтера Опыт Подобного Рода У меня был Он очень давно Был И Неинтересный А сейчас Я вот просто Решил вам Показать Какие Замечательные Картинки Выплевывают Этот принтер Это уже Печатанная Продукция Это он Выплевывает Новые карточки Что мне нравится В этом принтере Это то Что он Беспроводной Какое же Счастье Что они Наконец-то Стали Беспроводные И печатают По Вайваю Вот Ц Я А это Вот Ц ноутбук И Там Фоточки Которые Я Отправил На Печать Мне Дали Целый Мешок Целый Мешок Замечательной Бумаги Совершенно Разный И Собственно Какова цель Для данного Видео А для данного Видео Цель Очень Простая Я Хочу Узнать Лично Для себя Как выглядит Цифровая Печать Понравится Ли она Мне Домашняя Печать И Ну Естественно Я напечатаю И Черно-белые Картинки С маленького Принтера С большого Принтера И хочу Просто сделать Для себя Вывод Вывод Интересно Ли это Прикольно Ли это А самое Главное Можно ли Это сравнивать С серебряной Желатиновой Печатью Так А теперь Загрузили Бумажку Под названием Под названием Фотопейпер Семиглосс Сатин Весом 200 граммов Все остальные Параметры По поводу Размера Все те же самые И Здесь вот На принтере Можно ему Указать Что это 10 на 15 А здесь Постоять Что это Плюс 7 иглосс Ему Это Понравится Семиглосс 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 Так Отсюда Я выбрал Несколько Отпечатков На печать Здесь тоже Изменяем Бумажку На Плюс Семиглосс Кассета Все То же Самое Поля Оставим Интересно Он Вот Все Печатается Без Коррекции Так как Автор Прописал И Интересно Мне узнать Как будет Выглядеть Все это Мишура Напечатанная На Полу Глянце Полу Глянец Моему Другу Он Не Очень Нравится Посмотрим Что У нас Получится А потом Сравним Естественно Сейчас Происходит Обработка Никаких Проводов Товарищи Блин Как же Мне Это Нравится Присесть Вот Он Отплюнул Крышечку Сейчас Дорогие Мои Вход Пошел Большой Малыш Машин И Он Не Был Новым И С Установкой Немного Пришлось Побольше Повозиться Самое Смешное Что Серого Картриджа Там Как Почти Не Осталось Поэтому Напечатать Большое Количество Отпечатков Черный Бел Мне Не Получится Загружена Бумага Люстр И С Помощи Опять же Беспроводного Соединения Отправлена Бумажка На Печать Печатает Он Тихо Другу Подарок Сделаю А теперь Непосредственно Давайте Рассмотрим Готовые Отпечатки Большинство Из них По крайней Мере Формата А4 Я сделал На Принтере Canon Pro 10s И Первые Три Почему Первые Три Вот Я не Знаю А Нет Стоп Вот Эти Вот Я Напечатал На MG7740 Да Почему То Вот Я пытался Сделать Несколько Раз И Это Матовая Бумага Если Что И Вот Он Немножечко Сбился У него Эта Штука Не Знаю Как В общем Цвет На матовой Бумаге Мне Очень Понравился Это Шикарно Это Была Профессиональная Бумага Матовая От Canon Данный Снимок Напечатан На Вот Этой Грубоватой Бумаге Назовем Ее Люстр По-моему Она Люстр Так И Называется Это Черно-белый Отпечаток Сделанный На Принтере Тоже MG7740 Что Я могу Сказать У него Два Цвет Нет Шесть Шесть Картриджей Ну Что-то Около Того Поправьте Меня Что Память Вышибает В общем У него Один черный Картридж Для печати Текста Объемного Размера А два Других Черный И серый Для печати Черно-белого Изображения Что я могу Сказать В принципе Это черно-белое Изображение Но Это цифровое Черно-белое Изображение Потому что Оно Не напоминает Все-таки Классический Черно-белый Борит И вообще Черно-белую Бумагу Вот Поэтому Это такое Своеобразное ЧБ Как В свое время Был Тонированный ЧБ Потом Появилось Серебро Вот Что-то Что-то В этом Духе Далее Это Я не помню На каком Принтере Я печатал Помню Что Это Глянцевая Бумага Профессиональная Глянцевая Бумага Кэнон Цветное Изображение Вот Что У нас Получилось Вот Это Вот Черно-белый Портрет Саши Черного Который Я ему Хочу Подарить Печатал Я его На Про 10с В Черно-белом Же Режиме У Про 10с Гораздо Больше Оттенков Серого И Это Матовая Бумага Которая Я хотел Просто Поэкспериментировать Она Очень Хорошо Съедает То есть У нее Получается Более Мягкий Контраст И Я бы Даже Сказал Что В данном Примере Он Немножечко Недоконтраст То есть Я бы Хотел Сделать Более Контраст Но Это Что Называется Уже Такие Вещи Которые Познаются Только Лишь В сравнении И Приходят С Опытом Цветной Снимок Сделан На том Же Принтере И На той Же Матовой Бумаге Просто Для Того Чтобы Посмотреть Как Ляжет Достаточно Яркая Картинка На Матовой Бумаге Легла Она Своеобразна Я не могу Сказать Что Она Мне Не Нравится Может Быть На Глянце Она Смотрелась Даже Выгоднее Это Моя Классическая Карточка С Арбузом Которую Я Очень Люблю Сделал Я Ее Тоже На Матовой Бумаге На Про 10 С И В Данном Случае Выглядит Отпечаток Очень И Очень Хорошо Мне Нравится Как То Именно Профессиональный Принтер С Большим Количеством Черно Белых Картриджей Показал Себя Очень С Такой Сильной Стороны Я могу Сказать Что Это ЧБ Действительно ЧБ И Матова Бумага В данном Случа Сыграла Офигительнейшим Образом Это Я Это Лошадка Такая Крымская Лошадка С Крымской Серии Я Пока Не Публиковал Публикую Скоро На Бумаге Художественный Люстр Печатает Тоже Про 10 С И Вот Здесь Я Влюбился Именно В этот Принтер Потому Что У него Яркий Сочный Насыщенный Черно Белый Цвет Здесь Есть Все Оттенки Все Палитры Гаммы Цвета И Он Мне Очень Нравится Это Цифровая Картинка То есть Бумага Люстр Про 10 С Камера Фуджи Фильм Ис Про 2 Я их Тогда Потестировал В хост Игриву И Напечатал Несколько Изображений Сейчас Мы Попробуем Этот Глянец Мега Убрать Вот Так Вот Я думаю Получше Будет Чтобы Вы Смогли Получше Насладиться Попробовать Картинкой Очень Большое Количество Тональных Переходов Печаталось Все Как Есть То есть У меня Компьютер Мониторы Они Все Не Откалиброваны Я их Когда-то Давно Калибровал Все Они Уже Туево Хуча Лет Они Все Давно Сели Но Результатом Я остался Доволен Понятно У меня Были Оригинальные Картриджи Оригинальная Бумага Поэтому Все Откалибровано Поэтому Получить Плохой Результат В данных Условиях Было Тяжело Это С пленки Бумага Люстр Очень хорошо Передает Контраст Контрастное Изображение С пленки Тоже Про 10С Такая вот Черно-белая Картинка Это цвет Цвет Напечатанная На Про 10С Рыбочка Глянцевая бумага Просто Такой Плакатик Для того Чтобы Посмотреть На что Все способно Все это Цифровые технологии Красиво Замечательно Вот Мы Я снимал Братишку Мы играем Страйкбол Fujifilm X Pro 2 Тоже Бумага Глянец И Мне Очень нравится Как здесь Все Напечаталось То есть Все это Вах 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 Так А вот Глянцевая Картинка Напечатано Это С мобильного Телефона Павильон Космос ВДНХ И тоже Все Замечательно Топовый Принтер Здесь тоже Братишка Fujifilm X Pro 2 Такие Вот Такие Пакешечки Там Снежинки Все это Так Все так Вкусно Легло Вот Такие Вот Картинки Большие Теперь Давайте Рассмотрим Маленькие Картинки Я вас Не буду Утомлять Их Здесь Больше 100 штук Мне Canon Зачем Дал Целых Три Бумажки И поэтому Я решил Тестировать Его Что называется По полной Узнать Насколько Же Хватит Ресурса Ресурса Родных Маленьких Картриджей MG7740 И хватило Его Вот Здесь Я не постесняюсь И скажу Что здесь Почти 100 Фотографий Даже Больше По-моему 120 штук Хватило Его На Все Эти 120 Штук Можно То есть Даже Если Их Вот Так Вот 4 Лист Лист А4 Это Сколько Получается 4 30 Листов 30 Фотографий А4 Конечно Может быть Не так Много Не знаю Во всяком Случае Черный Картридж Который Отвечает За Печать Текст Остался Нетронутым Поэтому Это Очень Хорошо Когда Цветные Снимки Печатаются Одними Картриджами Черно-белый Текст Печатаются Другими Картриджами Это Фотографии Которые Были Из серии Иногда В цвете Я ее И на Ютубе Публиковал Там И там Они Такие Достаточно Хаотичные Я бы Вот так Разложил То есть Это Наброски Мои Которые Предполагают Создание Некого Подобия Лома Стены Назовем Так Когда Карточек Очень Много И они Создают Определенного Рода Эффект Вот Сейчас Вот Так Будет Хорошо Смотреть Это Ежедневная Бумага Глянцевая Бумага Для Каждодневного Использования Как ее Позиционирует Canon И вот Она Супер Ребят Она Супер Она Дешевая Она Достаточно Плотная И мне Очень Понравилось Как Напечатались Фотографии Все Это Печаталось Через Родную Программу Canon My Image Garden То есть Я не Прибегал Никаким Фотошопом Там Ничего Зачем Сложнее Себе Жизнь Она И так Сложная Еще Заморачиваться Хотя Вот В профессиональном Принтере Есть Еще Плагины Которые Можно Подключить К Всяким Там Фотошопом Всяким Там Что Там Еще У Нас Есть Фотошоп Господи Ну Которые Будет Использовать Я Не Знаю Все На языке Вертится Premier InDesign Блин Вылетел Из башки Вообще На плюс Просто Так Ну Я Вот Так Быстренько Вам Полистаю Потому Что Здесь Очень Много И Все Это Рассчитано На То Чтобы Так Вот Смотреть То есть Маленький Формат Как вы Наверное Понимаете Его Даже На Видео Тяжело Разучить Вот Здесь Много Очень Любимых Мне Фотографий Воспоминаний Самое Главное Что По-моему Я Так И Не Использовал Ни Одной Ни Одной Бумажки Которая Полу Глянцевая А может Использовал Если Найду То Покажу Потому Что Мне Вот По-моему Она Да Их Тут Так Довольно Сложно Различить Между Собой Вот Какие Я бы Мог Дать Наверное Рекомендации Я Посмотрел На Цены Всего Этого Безобразия Мне Безусловно Понравился Больше Canon Pro 10s Потому Что Чб Он Печатает Круто Но Я Посмотрел Ценники На Эти Принтеры И Успокоился Потому Что Pro 10s Все Таки Подразумевает Коммерческое Использование Когда Мы Печатаем Альбомы Свадебные Продаем Отпечатки Это Круто И Сервис Хороший И Все Для Домашнего Использования МГ 7740 Подойдет Больше Чб У него Получается Ну То Если Печатать Как я Такие Контролики И Художественные Составляющие То Это Супер В принципе И в домашний Альбом Тоже Супер То есть 7740 Офигенный Принтер Он Достаточно Недорог Конечно Расходники Все это Гораздо Дороже А я Не Смотрел На их Стоимость Я Уверен Что Она Тоже Высокая Химичить С Разными Чернилами Я Не Рекомендую Потому Что У Кэнона Свои Там Такие Очень Такие Мелкие Дюзы Головки Которые Очень Легко Забить И сократить Жизнь Принтером Бумажки Наверное Можно Поэкспериментировать Вот Может быть Не потребуется Калибровки Может быть Потребуется Это уже Покажет Лишь Время У меня Наверное Пожалуй Все Я вас Порядком Утомил Надеюсь Что Что-то Для себя Полезное Вы Да Извлекли Все Всем